Время говорить Ну а теперь обо всем подробнее Вчера по всей стране праздновали годовщину воссоединения Крыма с Россией Именно год назад в результате всенародного референдума, когда большинством голосов крымчане выступили за общественное спокойствие и политическую стабильность на полуострове Вчера праздничные концерты прошли во всех крупных городах страны Самый многочисленный состоялся, пожалуй, в Москве на Красной площади Здесь выступали знаменитые музыканты и исполняли патриотические песни Ну а в завершение к пришедшим обратились руководители Крыма и президент России Владимир Путин В Рязани же торжественный концерт, посвященный годовщине присоединения Крыма, состоялся на Площади Победы 18 марта во всей стране прошли митинги, посвященные присоединению Крыма к России Рязань также не осталась в стране На митинг пришло около 5000 рязанцев, среди них были и ветераны, которые участвовали в боях при Севастополе На Площади Победы были представители не только старшей возрастной категории Молодежь принимала активное участие в акции поддержки жителей республики в это непростое для них время Возвращение Крыма в состав России стало знаковым событием в истории нашей страны У многих наших земляков там живут родственники и друзья Расскажите, когда вы узнали, что он присоединился назад, какие чувства вы испытывали? Гордость за Россию, за что же еще? Как же так вернуться на родину крымчанам? Обязательно надо было, давно мечтали Сегодняшний митинг посвящен знаменательной дате, годовщине, присоединению Крыма к нашей России Крым, он всегда был русским и нашим участком законной земли Ну, чувство гордости за то, что народ не побоялся, пошел против политики Украины Народ выступил за поддержание оппозиции, за нашу страну Я считаю, что это очень позитивно Во-первых, история цикличный процесс, но тем не менее, Крым вернулся в Севастополе в родную гавань У нас общая история, у нас общая победа И в преддверии 70-летней годовщины Великой Победы это очень символично Ну, а за безопасность на мероприятии отвечали 120 рязанских полицейских Митинг прошел спокойно и без происшествий А теперь к новостям сугубо городским С наступлением теплого времени года рязанские дорожники приступили к ремонту асфальта Который за зиму во многих местах серьезно испортился Конечно, основной акцент делается центральным улицам К майским праздникам их приведут в нормативное состояние Пожалуй, что в этом и нет сомнений Однако, вот на улицах не совсем центральных Многочисленные ямы мешают автомобильному движению Водителям приходится маневрировать И тем самым создается явная угроза возникновения дорожно-транспортного происшествия Круглый год в нашем городе остается актуальной проблемой плохих дорог На некоторых участках яма напоминает котлованы А где-то они похожи на кратеры Если на центральных улицах ситуацию можно назвать сносной То на второстепенных дорогах все очень плохо В этом году на ремонт дорог в Рязанской области Было выделено 3,5 миллиарда рублей Автомобилисты беспокоят вопрос Смогут ли такие деньги решить всем надоевшую проблему Очень отрицательно отношусь к дорогам Очень плохие дороги у нас на Новоселов У Зубкова Прям отмечу вот эти дороги Надо к ним отнесись очень серьезно Убиваются машины Опасно Местами такие глубокие ямы Что просто невозможно ездить Очень ужасное состояние наших дорог Особенно на улице Новоселов Поехать просто невозможно Особенно в районе торгового центра Алина Ну я просто проживаю в данном районе Постоянно здесь езжу И именно здесь мне очень не нравятся дороги Также советская армия Улица Зубковой Проехать просто невозможно По мнению водителей ситуация год от года становится только хуже На наших дорогах можно запросто остаться без колес А на бесконечный ремонт ходовой части автомобиля Нервов и денег не хватит ни у кого И пока не начнется капитальный ремонт дорог нашего города Ситуация так и останется плачевной И в продолжение дорожной темы Рязанские госавтоинспекторы подвели статистику Начала нынешнего года За два месяца они выявили нарушения различного направления Однако главнейшей темой остается поимка пьяных автомобилистов Которые, к сожалению, по-прежнему встречаются на рязанских трассах Обстановка на рязанских дорогах по-прежнему остается весьма напряженной Мало того, что автомобилистам приходится играть во время езды в пятнашке С ямами-доканалами Так еще некоторые персонажи подливают масло в огонь Почти тысячи водителей в этом году лишились прав за езду в нетрезвом состоянии На территории Рязанской области было задержано 979 водителей Управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии 70 из них отказались от прохождения медицинского освидетельствования А за последние два месяца по вине пьяных водителей Произошло 17 дорожно-транспортных происшествий В которых погибло 5 человек И 23 получили травмы различной степени тяжести Рязанские волонтеры совместно с работниками антинаркотической полиции Провели рейд по Преокскому микрорайону Там они закрашивали номера телефонов Оставленные продавцами различных курительных миксов на стенах домов В Рязани прошел очередной этап антинаркотической акции «Чистые стены» Мероприятие направлено на устранение уличных надписей С предложением продажи наркотических средств Организаторами выступили Управление госнаркоконтроля Управление образования и молодежной политики администрации Рязани И Молодежный общественный совет при региональном УФСКН Это очень важная акция, в ходе которой дети не только закрашивают номера с рекламой наркотиков Но и разъясняют населению, для чего это делается Раздают раздаточный материал с телефонами доверия на наркоконтроля Акция одновременно проходила в трех районах города Принять в ней участие изъявили желание около 50 волонтеров Преимущественно старшеклассников Акция «Чистые стены» ежемесячно проводится с марта 2014 года И по мнению сотрудников управления Стала дополнительным инструментом противодействия незаконному обороту наркотиков И хорошим примером взаимодействия органов власти и молодежных объединений По предложению Молодежного общественного совета при наркоконтроле России Была создана школа, школа волонтера В этой школе ребята получают правовые основы работы Учатся тренингом, учатся работе в школах, учатся работе на улицах В частности, по проведению акции «Чистые стены» Сегодня по всей России отмечается День моряка-подводника Рязанские ветераны флота провели торжественное мероприятие в Музее Молодежного движения Где они пообщались с юными ребятами из школ, в которых организованы военные музеи В Рязанском музее истории молодежного движения прошла традиционная встреча ветеранов Военно-морского флота со школьниками Событие это было приурочено Дню моряка-подводника, который в России отмечается ежегодно 19 марта Дорогие подводники, комитет ветеранов МФ от всего сердца поздравляет вас С знаменательной 109-й годовщиной подводного флота России Мы очень счастливы и гордимся тем, что вы у нас есть Чтобы у вас всегда количество спыта равнялось количеству погружения С праздником вас, дорогие друзья! Несмотря на то, что Рязань город сухопутный И до ближайшего соленого водоема чуть больше тысяч километров В нашем городе проживает 40 ветеранов военно-морского дела Я от всего сердца желаю вам и от всей души, чтобы вы узнали, что такое море Что такое океан, что такое звезды над океаном, как они сияют Что такое альбатрос и что такое чайка среди океана, когда она плывет вместе с кораблем Не меняя ни курса, ни скорости Как отмечают сами ветераны, на подлодке трусу делать нечего Тут либо все, либо никто А значит, люди в команде должны быть надежными и смелыми И этому моряки-подводники и стараются научить совсем еще юных школьников Интересное астрономическое явление могли наблюдать горожане на протяжении последних ночей С наступлением сумерек небо над Рязанью буквально озарялось ярким разноцветным свечением Но астрономы успокаивают, что это явление обычное северное сияние Почему оно появилось в наших широтах, расскажет Ирина Ковалева Увидеть северное сияние мечтает каждый Как оказалось, для того, чтобы сделать это, совсем не обязательно ехать на север Свидетелями этого необычного, как считают многие для наших мест, явления стали рязанцы вечером 17 марта Однако, как нам пояснили в обсерватории Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина Северное сияние, в том числе и в наших широтах, бывает регулярно Просто далеко не всегда это явление можно увидеть в силу его малой интенсивности Просто мы этого не замечаем Те, кто живет на селе, спать ложатся А те, кто в городе, им недоступны из-за освещенности улиц На памяти Александра северное сияние в Рязани области наблюдалось не раз Природа возникновения этого явления такова, что нет ничего удивительного в его появлении в наших широтах Ну, это свечение, которое происходит от взаимодействия движущихся частиц, электронов, протонов, ну и так далее От взаимодействия с атомами и молекулами нашей атмосферы Чем энергичнее частица и больше ее масса, она пробивается в более глубокие слои атмосферы Вызывает большее свечение Вспышка, которая произошла на Солнце 15 марта, породила поток достаточно интенсивного солнечного ветра Который достиг Земли примерно через трое суток Именно силы этого потока и значительная масса частиц и стали причиной значительного северного сияния Которые смогли увидеть рязанцы 17 марта А завтра можно стать очевидцами солнечного затмения Рязанские астрономы сообщают, что его пик придется примерно на час дня Это было последнее известие на сегодня Ну, а далее в эфире программа подробностей Гостем в студии станет художественный руководитель Рязанского театра «Кукол» Валерий Шацкий И разговор пойдет о гастролях театра в Крыму А также о проблемах, с которыми сталкиваются его коллеги-кукольники на Донбассе А на сегодня с новостями это все И до встречи в эфире Уважаемые жители города Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания Напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии В том числе предоставленной на общедомовые нужды Телефон для справок 40 20 40 40 20 40 Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания